Добрый день! Добрый вечер, дорогие друзья! Я рад вас видеть у себя в гостях на канале Чувство Знания Виталия Рафеева. Я поздравляю вас с наступающим 2016 годом. Если вы случайно зашли ко мне на канал, это, в общем-то, канал не учительский какой-то. Я здесь ничего не преподаю, вот это вас не должно пугать, эта штука. Я больше показываю такое мировоззрение на различные стороны жизни вашей и моей в том числе, о которой вы видите ее как бы односторонне. А я показываю такой многогранный мир, по которому вам легче будет жить. И сегодня мне бы хотелось продолжить тему о правильном свидании. В предыдущем видеоролике я уделил внимание большое по-отковому понятию опыта, что опыт трансформируется в результате движения, движения к правильному свиданию, которое мы планируем в перспективе. Так вот, сегодня я бы хотел продолжить и сделать ударение на состояние нашего мышления. В предыдущем видео я такое маленькое такое сделал в скобочке про мышление, там отметил. И сегодня мы несколько слов этому вниманию уделим. Как изменяется мышление человека, который движется к правильному свиданию. И я еще раз буду говорить о том, что правильное свидание придет нас к богатству, к благополучию, к продолжительной жизни, интересной. У мужчин и женщин имеются конкретные отличительные черты мышления. Поэтому, когда мужчина движется к правильному свиданию через соблюдение правил и участие в мероприятиях, у него, соответственным образом, начинает меняться мышление. А мужское мышление, оно такое основано на действии. То есть мужчина опытным путем, через действия в пространстве, начинает размышлять. О действиях своих, о результатах своего опыта, о внутреннем размышлении, которые затем мужчина реализует в каких-то изменениях или приобретениях, каких-то навыках, для того, чтобы действовать в пространстве. Но, когда мужчина попадает в такое состояние мероприятия, где необходимо соблюдать правила, здесь его навыки размышления оказываются бесполезны. Потому что, соблюдая правила, мужчина попадает в мероприятие и начинает искать ответы, искать решение каких-то задач, которые он производит не в пространстве, он производит их во времени. То есть мы говорили, что главной характеристикой мероприятия является ограниченное пространство, но безграничное время. Поэтому мужчина здесь получает такое новое качество мышления. То есть, а женщина, скажем, о женщине, что другое состояние у нее мышления, женщина привыкла к рассуждению. К рассуждению, когда она действует, когда она находится в своей среде, в своей среде соблюдения правил и участия в каких-то мероприятиях. Она рассуждает вслух и таким способом находит правильное истинное какое-то зерно рациональное для своих действий или поступков. Но когда женщина начинает движение в правильном свидании, к запланированному свиданию, чтобы попасть в пространство, как я говорил ранее, ей необходимо соблюдать определенные законы пространственные. И в этой ситуации она также попадает в затруднительную ситуацию. Она не может начинать рассуждать. Ей не с кем рассуждать в пространстве в огромном. В огромном пространстве мало людей, как говорится. Но, итак, мужчина, оказавшись здесь, в мероприятии, когда он подходит к мероприятию, в котором нету пространственных величин, нету законов измерения пространства, а есть социальная среда, скажем так, то мужчина вынужден для принятия какого-то решения, каких-то действий вступать в диалог в социальной среде. То есть элементарная коммуникация. То есть проговаривать свои проблемы, проговаривать задачи с окружающим социальной средой. То есть в мероприятиях участвует мужчина. Когда мужчина заходит в мероприятие, ему он тут растерянный становится. Он не уверен в тех навыках, какие у него были. Потому что здесь нет пространства, не надо ничего делать руками. Тут надо коммуникацию делать, социальные связи налаживать. И здесь, в этом случае, мужчина начинает рассуждать. То есть он начинает спрашивать у людей, обращаться за помощью, проговаривать те или иные вопросы или проблемы. Это большой, большой новый навык для мужчины в коммуникации, в рассуждениях. То есть решение к мужчине приходит, решение, рациональное зерно, то, которое он ищет решение для того, чтобы поучаствовать в мероприятии, к нему приходит через отклик социальной коммуникации с людьми в обществе, с тем или иным партнером или партнершей, какое-то мероприятие. А у женщины в этой среде, когда она попадает в пространство, где соблюдать необходимые законы, у женщины тут тоже появляется растерянность. Она не с кем посоветоваться, некому проговорить, не с кем прослаждать. И в этой ситуации женщина вынуждена делать, что делать? Она вынуждена начать размышлять, размышлять о пространстве, размышлять о ситуации, в которую она попала. И как с этой ситуацией, с этого события, проходить события, как в нем поучаствовать, в той или иной роли. И если из одного события и из другого мероприятия мужчины и женщины переходят в следующее, то постепенно у них образуются те или иные навыки рассуждения или размышления, и, соответственно, у них меняется их роль в тех или иных событиях или мероприятиях. А в дальнейшем, и мы будем говорить о чем? О том, что женщина и мужчина, когда они в идеале уже все, освоят все навыки, навыки трансформации опыта, навыки изменения своего мышления, они будут играть уже главную роль в мероприятии со стороны мужчины и со стороны женщины в событии. А в настоящий момент, это первые шаги, когда мужчина и женщина делают направление к запланированному правильному свиданию, они вынуждены проходить такие несколько неуклюжие ситуации, когда мужчина пытается что-то сделать в действиях, в пространстве, а он путем размышления и поиска внутреннего решения и на основании тех навыков, которые у него имеются, а у него ничего не получается, тогда он вынужден выйти из этой ситуации, какой-то там неказистой, да, в виде в каком-то, он вынужден обратиться к людям, к окружающей среде, коммуникацию совершать социальную. А такие действия для женщины, конечно, привычные и нормальные, а для мужчины это неожиданная ситуация. Так вот, мы о чем будем говорить? О мышлении, которое образуется у мужчины и женщины, уже многомерное мышление, навык мужчины образует здесь и женщина, навык многомерного мышления, то есть одно измерение мышления, одномерное мышление, которое мы говорим, это в случае с мужчиной это размышление, а в случае с женщиной это рассуждение. Так вот, проходя эти два параметра мероприятия и события со стороны мужчины и женщины, они образуют в себе, находят новую способность со стороны женщины к размышлению, а со стороны мужчины к рассуждению. То есть это второй, второй важный, очень важный навык, ну такого творческого человека, скажем так, чтобы быть способным в двух пространствах измерять, измерять свое мышление, направлять. То есть мужчина начинает рассуждать в одном, одномерном, и женщина тоже размышлять, и во втором измерении начинает мужчина и женщина рассуждать и размышлять. То есть одновременно мысли и пространство для размышления самого расширяется, понимаете. То есть раньше мужчина находился только в пространстве, в пространстве действия своего, его мышление находилось, а теперь оно происходит как бы во внутреннем времени в таком. И мужчина, если раньше ему не хватало времени, то теперь у него времени с избытком, благодаря тому, что он научился рассуждать. У женщины все время не хватает пространства, потому что она постоянно рассуждает. Ей необходима коммуникация с людьми, чтобы найти рациональное зазерно. Она не видит этого пространства, ее пространства не хватает. Но когда она образует новый навык размышления, ее мышлению открывается простор, пространство. Она начинает видеть мир, видеть пространство. И, соответственно, в ней образуются новые навыки. И, конечно, в телевидении, посмотрите телевидение, художественные фильмы, кинофильмы, там различные, литературные произведения. Вот эта ситуация там очень часто прописывается сценаристами. И когда вы вот это вот увидите там, сейчас вот посмотрите мой видеоролик, если вы его осмыслите маленько, и посмотрите потом какой-то фильм, мелодраму, там комедию какую-то там положение, где там или мужчина, женщина играет какую-то роль, то вы увидите, как там сценаристы прописывают поведение мужчин на мероприятии, и что случается с женщиной в событии, когда они оба держатся в каком-то свидании или встрече. Это существует. Вы должны это осознавать в себе, увидеть этот мир вот именно в таком виде, и увидеть возможность, которая вам дает запланированное правильное свидание, обрести новые способности, способности к мышлению в двух пространствах, в двух измерениях, скажем так, во времени и пространстве, и в пространственном времени. Ну такая игра слов, которая немного грузит уши, да? Она мне грузит уши, а вам тем более, когда вам хочется что-то поразвлечься, посмотреть что-то интересное на ютубе, да? Так вот, наше мышление изменяется, соответственно, изменяется наше общее мировоззрение, когда мужчина и женщина, пройдя эти этапы событий, мероприятий, встречается, встречается до свидания. Мало того, что они интересны, становятся друг другу, им есть что рассказать друг другу, и у них начинается новое состояние взаимопонимания. Они начинают понимать друг друга с полуслова, как говорится. Вот это состояние очень близкое к тому, к чему мы идем. А мы идем к тому видеоролику, о котором я рассказывал, о котором я говорил о предложении руки и сердца. Сегодня был небольшой видеоролик о важности мышления, которое преобразуется. И, то есть, сегодня мы сказали о чем с вами? О том, что благодаря правильному свиданию наше мышление трансформируется. Оно обретает два состояния. Состояние размышления и состояние рассуждения. Оба состояния и мужчины, и женщины способны применять, способны видеть мир другими глазами. Благодаря стремлению к правильному свиданию. Ну, в общем, я благодарю вас за внимание, дорогие друзья. Поздравляю вас с наступающим Новым Годом. Желаю вам счастья, здоровья, добра и полноты жизни. Жизнь интересной. Много свиданий, чтобы у вас было. Много встреч и мероприятий, и событий. Будьте здоровы. Счастливый с вами был я, Виталий Ерофеев. Подписывайтесь, забегайте, комментируйте на канал. Смотрите мои видосы. Субтитры сделал DimaTorzok